Гавриил Элизаров 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 Елизарова переводят в Курганскую областную больницу на должность ортопеда-травматолога. А как совместитель он бортхирург санавиации. Ни одну сотню часов налетал на небольшом самолете по экстренным вызовам. А в перерывах между полетами и дежурствами он пытается придумать приспособление, которое позволит улучшить результаты лечения. Даст возможность больным после операции быстрее вставать на ноги, исчертив и исписав ни один лист бумаги, он находит возможное решение. Аппарат из колец и перекрестных спиц. Первая операция с применением этого уникального изобретения состоялась в 1952 году. И снова туберкулез коленного сустава. Пациентка проходила на костылях 15 лет. Случай не из легких. После операции такие больные проводили в палатах не меньше 4 месяцев. Прооперированная Елизаровым женщина встала с кровати через несколько дней. Не было осложнений и у следующих больных. Аппарат действовал безотказно. Однако, несмотря на то, что в Москве приняли заявку на изобретение, свидетельства выдавать не спешили. Поскольку метод был новый, и для того, чтобы определить границ его возможности, надо по решить многие теоретические вопросы. Это метод, вот принципиально его подход, делается не только в аппарате, а дело в биологическом подходе к применению этого метода. Знание законов остеогенеза. Постепенно у Гавриила Абрамовича появляются ученики и помощники. Молодые и толковые врачи, совсем недавно закончившие институты. Более тысячи операций за много лет работы и во всех случаях достигнут желаемый результат. В Министерстве здравоохранения неоднократно рассматривали вопрос о методах лечения, предложенных Елизаровым, и перспективах применения аппарата на практике. Но чиновники и наука оказались не на его стороне. Даже на самых больших верхах, когда мы бывали, и когда там пытались принизить достоинство этих разработок, Гавриил Абрамович очень спокойно воспринимал эту критику. Он умел держать удар. Метод его не просто вошел в жизнь. Не просто. Признавали там метод, не признавали, а он работал. Его институт работал. И показывал, что с помощью этого метода может добиваться очень многого. И в травматологии, и в ортопедии. Не теряя надежды на понимание в верхах, он продолжал работать с командой своих учеников. В декабре 1965 года на окраине города Кургана при второй городской больнице была организована проблемная лаборатория Свердловского НИИТО. Елисаров как-то из себя не изображал, может быть, лидера, какого-то большого организатора. Это все было само собой. Но это был сильный человек. Это был очень организованный организатор. Он не терпел никаких промахов в делах, которые он замышлял, планировал. То есть тут он был очень аккуратен. Больше всего он ценил открытость, правдивость и честность. Заслуга Елизарова, что он не только создал аппарат, он создал коллектив единомышленников, специалистов различного профиля. Он видел перспективу своих научных исследований, но и видел, что это коллективный труд. Именно в коллективе решал вот эти вопросы. Очень много он подсказывал, потому что мы не видели. А он замечал вот эти нюансы, которые были регенерацией костной ткани, наложением аппарата, после операционного ведения больных, давал соответствующее заключение. И это потом становилось новой методикой, которая оформлялась как авторское свидетельство на изобретение, на распредложение и так далее. Вы знаете, у него фазмыслия была какой-то другой. Во время операции он иногда был в раздумке. И из каждой тупиковой ситуации, вы знаете, он находил выход, и не только выход, а новый способ. Шейка бедра была сломана, вот там провели спицу, а нога упала. Ну, отвязалась. Поподробнее. Расскажите, что как. Ну, он в ногах упала, говорил, учился, да, и все. Но он позволял на снимке, а спица загнулась. То есть мы провели спицу, нога падает, ну, то есть движение. Движение в суставе, спица загибается, ну, хороший крючок. Вот и тяните. Новый способ. В мае 68-го в Ординаторской раздался звонок. Звонил олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Валерий Брумин. Рекордсмен, любимец публики, которому рукоплескал весь мир, оказался выброшенным из спорта автодорожной аварией. После долгого лечения в лучших клиниках Советского Союза его раны не заживали, а одна нога была короче другой на 3,5 сантиметра. Надеяться можно было только на чудо. Он позвонил, значит, ну, представился. Я звоню, мол, с целью уточнить, есть ли на самом деле у вас такая методика. Гавриил Абрамович приглашает спортсмена на обследование. Элизаров не только поставил Брумеля на ноги. Он дал чемпиону веру в свои силы. Уже через полгода, возобновив тренировки, Валерий смог взять высоту в 2 метра. Олимпийский чемпион вновь оказывается в центре внимания мировой спортивной общественности, а вместе с ним и доктор Элизаров. О нем пишут, как о волшебнике, худеснике, а о его методе лечения, как о чуде. 6 февраля 1969 года Министерство здравоохранения РСФСР принимает решение присвоить аппарату, который изобрел Элизаров, его имя. Ему пишут со всех уголков страны. Иногда в день приходят больше сотни писем. Площади больницы не позволяют принять такое количество пациентов. В 70-е годы Курган напоминает город инвалидов. Многие больные переезжают сюда жить, так как курганцы имеют преимущество в очереди, которое растянулось на 10 лет. Обстановка подталкивает Элизарова попробовать амбулаторное лечение больных. В амбулаторных условиях удлинять ногу, где-то видно было. А потом пошла и деформация, и стопы деформации, рук, ног, он все туда сбрасывал. Стационар был переполнен, значит, надо было как-то разгрузить. Так у нас тогда амбулаторно лечилось по 300 человек. Однако и амбулаторное лечение не исправляет положение. Элизаров уже давно думает о строительстве большого и современного медицинского центра. Он заказывает проект вот этого здания, но этот проект обходится в 25 миллионов рублей, тогдашних денег. Ну, сейчас, наверное, может быть, 500 миллионов, сейчас это бы строило. Вот. Ну и как? Значит, надо идти в правительство Российской Федерации на утверждение? Никто не идет. А кто нам даст такие? Вот там выделили 5 миллионов, мы должны в это укладываться, а 5 миллионов – это районная больница. Элизаров говорит, хорошо, давайте так, пойдем, покажем только фундамент. Я посмотрю, у, хороший фундамент, ну что, нормально, давайте, разрешаем. Раз, постановление правительства, разрешили строительство центра. Все. Ну, фундамент заложили, ребята, надо же стену нашли, давайте деньги наполним. Вот так вот, получили эти деньги. Построенный центр вскоре приобретает международную известность. Палаты напоминают большую, многонациональную, дружную семью. Гавриил Абрамович очень любил маленьких пациентов. Иногда приходил в палаты и показывал ребятишкам фокусы. А они, забыв о своих проблемах, облепляли его, как муравьи. Глядя на их радостные лица, он и сам радовался, как ребенок. Иногда вспоминая свою первую встречу с сельским фельдшером. В 1978 году польские дети награждают его орденом улыбки. Пляшем кислый лимон. Посмотрим, как его сейчас вытесит кавалер ордену улыбки. Затонная таула у вас! Вскоре на лечение приехал знаменитый на весь мир итальянский путешественник Карло Маори. Его более 20 лет беспокоила старая травма. Лучшие европейские клиники того времени ему помочь не смогли. А для Елизарова подобные случаи стали уже обычными. Хороший результат привлек внимание медицинских кругов, и его с показательными операциями приглашают в несколько городов Италии. В благодарность итальянцы удостаивают Елизарова высших наград Италии. Запад очень быстро берется за изучение и распространение метода. Создаются ассоциации во многих странах Европы. В настоящее время метод Елизарова знает и использует весь мир. Это гений, который смог практически с нуля создать целое направление, с нуля создать целый набор инструментария и заложить фундамент для дальнейшего роста. Когда он сложил научный подход, практический подход, и вот эту идею довел до конца за счет создания определенной структуры, института, центра, мощного административного ресурса, способности объединить людей. Вот все эти компоненты привели, конечно, к успеху. Сегодня Курганский российский научный центр травматологии и ортопедии с честью носит имя Гаврила Абрамовича Елизарова. Возвращает людям здоровье, успешно развивает новые технологии в лечении, обучает новых специалистов многих стран мира, перенимает новые перспективные технологии и способы лечения. Курганский научный центр – это мекка травматологии и ортопедии для врачей, пользующихся методом Елизарова, и пациентов, вернувших себе здоровье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова